Всем привет из заснеженного Новосибирска! Я сейчас снимаю свой влог на юго-западном жилмассиве, где я жила всё своё детство. Я сейчас вышла гулять с собакой и взяла с собой камеру, чтобы показать вам район, в котором я провела 90-е и 2000-е годы, нулевые годы. Вот, это моя собака, его зовут Цезарь. Погода сейчас не очень холодная, я думаю, что примерно минус 10 градусов. К сожалению, у меня не получилось записать много видео из центра города, я не показала вам промышленные районы. Всё дело в том, что батареи у моего телефона и у моей камеры садятся на морозе. Вот, поэтому у меня не получилось записать для вас много интересных сюжетов, но я надеюсь, что сейчас у меня получится что-нибудь записать. Я вам покажу свой район и расскажу, как я проводила здесь время. Во-первых, мы сейчас с Цезарем идём в сторону бульвара Победы. Здесь у нас сцена, на которой проводят разные концерты в честь городских праздников и праздников ко дню Победы. Бульвар Победы, то есть Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945. И здесь у нас, смотрите, на нашем бульваре стоят танки. Давайте подойдём ближе, посмотрим, что здесь написано. Так, танк Т-34. А в честь героев сибиряков, отсцерилявших свободу и независимость нашей Родины в Великой Отечественной войне. Слава героям! Так, Цезарь, пойдём. Пойдём-пойдём. Вот. А здесь у нас шестнадцатиэтажные дома. Вообще в этом районе в основном панельные девятиэтажные дома. И когда мы были маленькими, мы вот эти дома шестнадцатиэтажные называли небоскрёбами, потому что они были самыми высокими в этом районе. Смотрите, какая метель. Цезарь, пойдём, мы с тобой ещё не домой. Я надеюсь, что звук будет хороший. Идём дальше. Впереди школа, в которой я училась. Школа номер сто семьдесят четыре сначала называлась, потом стала называться информационно-экономический лицей. То есть у нас было больше уроков информатики и экономики. Вот. Сейчас я иду в сторону школы искусств, которые занималась рисованием. Я в детстве хотела научиться играть на скрипке, но, к сожалению, в этой школе уроков по игре на скрипке не было, поэтому я пошла на рисование. Когда мы учились в школе, мы выходили на этот бульвар и устраивали разные забеги на полкилометра, на один километр. Я была спринтером. Мне было проще бегать на короткие дистанции. Сколько воробьёв! Это вторая школа, школа номер пятьдесят. В ней училась моя подруга, а я ходила туда по вечерам, когда занималась английским. Я подхожу к школе искусств. Сюда я сначала ходила на хореографию, потом стала заниматься в художественном классе, рисовать карандашами, красками и так далее. Идём дальше. Сейчас мы идём на Волховскую. На Волховской раньше был расположен рынок. Такой, знаете, типичный рынок с открытыми ларьками, и там люди продавали в любое время года. Они стояли за этими ларьками и летом, и зимой. Многие были одеты в тёплые тулупы, чтобы не замёрзнуть. Ещё вот здесь иногда зимой строили снежную горку. Что такое горка? И почему все русские на Новый год идут на горку? Так вот, вот это горка. Она находится недалеко от моего дома, от дома, где живут мои родители. И здесь могут кататься и взрослые, и дети. Прокатились бы? Однажды, когда мы катались на горке, залезли большой толпой туда, и у всех были... Как же это называлось? Мы называли это просто каталки или поджопники, то есть штуки, которые клали под попу, чтобы быстрее катиться. В общем, мы залезли всей гурьбой, скатились, и одна девочка мотала своим поджопником из стороны в сторону, и он прилетел мне прямо в нос. У меня очень сильно опух тогда нос. Я испугалась, что у меня теперь всю жизнь будет такой широкий нос. И сейчас я подхожу к остановке, которая называется Волховская. Также ещё одна отличительная черта Новосибирска. Чем он очень сильно отличается от Петербурга? Это тем, что у нас повсюду есть ларьки с мороженым. Сейчас я вам покажу. Вот смотрите, ларьки с мороженым. Здесь можно купить мороженое вообще круглый год. Всякое разное. Так, надо быстро перейти дорогу. И сейчас я захожу на обновлённый рынок. Раньше он был совсем не таким, раньше он был открытым, и ларьки здесь не отапливались. То есть просто стояло много таких столов, прикрытых крышей, но они были не отапливаемыми, поэтому людям, продавцам приходилось очень тепло одеваться. Товар стоит снаружи. Здесь можно купить вообще всё, что угодно. Рыбу, одежду, бакалею. Протовец куда-то собралась, надела тёплую шапку. Я не знаю, видели вы или нет. Вот у нас сахар, разная крупа, мир орехов и сухофруктов, овощи и фрукты. Вообще всё, что угодно, всё, что хотите, можно здесь купить. Так, направляемся к выходу. Конфеты и печенье. Я пришла примерно 10 минут от остановки Волховская и оказалась рядом с карьером. Это карьер юго-западного жилмассива, наполненный водой. В детстве мы здесь часто купались. Раньше не было запрещено здесь купаться, и дно очень резко становится глубоким, поэтому здесь достаточно опасно. Но сейчас, конечно, вода уже покрыта льдом. Вот там можно пройти по льду. И раньше вот этих домов не было. Это новый жилмассив. Вообще, конечно, очень интересно, какие тут у нас постройки. Странная архитектура, странный немного пейзаж, покосившиеся беседки. Но летом здесь люди жарят шашлыки, приходят, отдыхают, гуляют с собаками. Зимой катаются на лыжах, на санках, играют в снежки. Смотрите, сколько снега. Вот там у нас трамвайная остановка, и вот как раз, и вы видите, едет трамвай. Раньше, я помню, в нашем детстве трамваи вообще как-то редко ходили. И бывало так, что стоишь на 35-градусном морозе, ждёшь трамвая, а он всё не идёт и не идёт. Иногда даже приходилось идти пешком. Мне интересно, увижу ли я сегодня снегирей. До этого, когда я шла к подруге в гости, я увидела нескольких снегирей на ветках, это маленькие птички с красным брюшком. У них очень красивое оперение. Они такие пухленькие, нахохленные. Я уже рассказывала про этот жилмассив в своём подкасте. В 90-е здесь было достаточно опасно гулять одним, и было очень много наркоманов. Вот, поэтому, если вы не слушали мой подкаст, заходите в какое-нибудь приложение для подкастов, ищите Russian with Dasha и слушайте про Новосибирск. Там у нас воробьи. Ну где? А, снегирь! Вот он красавец. Это зимние птички. Они всегда прилетают в Новосибирск зимой. Хотела бы я сказать, что очень люблю Новосибирск, но, к сожалению, нет. Это город, в котором я родилась, отучилась, выросла, и из которого всегда хотела уехать. Первый раз я уехала надолго из Новосибирска в 20 лет, когда полетела в США на лето по программе work and travel. Там я провела четыре месяца. Потом в 22 года я переехала на один год в Таиланд. Вернулась из Таиланда в 2013 году, когда мне было 23. К сожалению, очень сильно заболела. Об этом я вам когда-нибудь расскажу. И после я жила почти семь месяцев на Северном Кавказе, недалеко от курорта Дамбай. И потом, в 2016 году я решила переехать в Санкт-Петербург. И уже, получается, почти пять лет я не живу в Новосибирске, но приезжаю примерно раз в год или раз в два года. Почти все мои друзья переехали. Кто-то живёт в Москве, кто-то в Тбилиси, кто-то в Санкт-Петербурге. Так же, как я, некоторые уехали жить в Европу и США. Поэтому поговорка «где родился, там и пригодился» точно не про меня. И я считаю, что всё-таки мы живём на планете, а не в стране. Как говорил Цой, любите страну, путешествуйте обязательно. Не бойтесь уезжать из родного города. Не всегда тот город, в котором мы родились, будет нам по душе. И если вам не нравится то место, в котором вы живёте, вы можете переехать оттуда куда-нибудь в другое место. Вот смотрите, здесь ещё такой пятачок с разными магазинами. На этом месте, где пекарня, раньше стоял ларёк, в котором принимали бутылки. То есть можно было сдавать бутылки, получать какие-то копейки. Ну и пойдёмте напоследок. Я покажу двор, в котором мы, будучи детьми, пропадали целыми днями. Мамы отпускали нас в шесть-семь лет. Мы спокойно бегали по всему двору, играли и потом забегали на обед и убегали обратно гулять. Вот смотрите, это максимальная сортировка, которую вы можете увидеть в городе Новосибирск в спальном районе. Здесь просто у нас, что там, пластиковые бутылки и всё. Никакой больше сортировки мусора нет. А это один из дворов, в котором мы с детьми любили играть. И сейчас покажу второй двор, в котором находится детский сад. Раньше территория детского сада была полностью открыта, и мы могли просто заходить туда и играть. Играли мы обычно в прятки. То есть все прятались, один человек искал. Или также играли в «Казаки-разбойники». «Казаки-разбойники» — это игра, в которой есть две команды — казаки и разбойники. Разбойники должны были спрятаться, а казаки их найти. Бегали по всей территории, прятались. Вообще было очень весело и здорово. И мамы потом не могли нас загнать домой. Я, конечно, вспоминаю своё детство с теплом и любовью, потому что тогда не было никаких гаджетов, не было телефонов. И мы всё время проводили во дворе. Играли, бесились. Было очень весело и круто. Да, я вам хотела рассказать ещё одну трагическую историю о том, как я сломала зуб. Мне было 7 лет, мы играли в бадминтон возле вот того подъезда. И на такой же козырёк залетел наш валанчик. Мы не знали, как его достать. Мимо проходил мой брат. Я попросила его подсадить меня на этот козырёк. Залезла, достала валанчик, скинула обратно и очень боялась слезть. Я не знала, как мне спуститься вниз. И просто свесилась. И в этот момент ударилась о крышу, о вот этот козырёк, ударилась зубом. И у меня отлетела просто половина моего зуба. Я помню, как сильно кричала моя мама. Ну что поделаешь, половинку зуба уже было не вернуть. С тех пор я, конечно, очень сильно страдала, потому что мне нарастили зуб. Он немного отличался по цвету, поэтому я очень сильно стеснялась улыбаться. А ещё мне поставили временную коронку на передний зуб, которая была серебряного цвета. И во дворе добрые дети прозвали меня Серебряный Клык. Я надеюсь, что вам понравилась эта небольшая экскурсия по моему району. Обязательно подписывайтесь на канал, если вам интересно изучение русского языка через контент. А мы увидимся с вами в следующем видео. Сегодня я отправлюсь обратно в Санкт-Петербург и буду уже записывать новые видео из Санкт-Петербурга. Всем спасибо за просмотр! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok